Значит, вот наша рабочая зона. Собственно, вот глютез максимус. Нас интересует, значит, мы будем работать на тазобедренном суставе. Что здесь можно сделать? Например, сам тазобедренный сустав. Мы можем артикулировать вот таким образом, да? То есть сюда идет вращение в одну сторону, в такую сторону. Один из вариантов. Когда человек лежит на спине, ну там просто за ножку, это потом перевернется, покажу. Но ротация может быть и вот такая. Вот. Дальше. То, что мы с вами говорили по поводу, допустим, растяжения суставов. Видите? И вот тут вот в суставах образуется такое приятное чувство потягивания. Можно это делать ритмически. Артикуляцию. Как сейчас в суставах приятное ощущение? Вот. Чувство такое легкого растяжения. Можно делать туда-сюда вот это вот раздражение. Вот. И, соответственно, за пяточку даже, чтобы у нас был задействован. И вот. И даже вот такая простая манипуляция, она у нас уже вызывает определенную рефлекторную реакцию на суставе. Это из области чисто суставных манипуляций. Значит, далее. У нас в этой области есть, помните, мы с вами говорили, КПС. Крестцово-подвздошное сочленение. Примерная зона. Вот от пуговки. Смотрите, где Костик у нас. Вот смотрите, спереди. Видите? Вот спереди этот КПС. И вот сзади он вот туда. Значит, и теперь смотрите, что у нас произойдет. Если я, например, ногу начинаю загибать вот таким образом, то здесь это получается, что я как будто вот это крыло загибаю вовнутрь, да? То есть, вот сюда вот выводя. А вот так нагибаем. У нас получается, что у нас таз в этом месте как бы раскрывается. Правильно? И, соответственно, раскрывается КПС. Поэтому, каким образом мы можем артикулировать КПС? Это, кстати, вот элемент из ТЖО. То есть, вот в момент, когда он раскрывается, я несколько придавливаю на таз. Без фанатизма. Вот так вот не надо. Со всего размахом. И, опять же, движение за счет чисто инерции. Я специально не кручу рукой ничем. Вот. И при этом, обратите внимание, у нас еще движется и тазобедренный сустав. Один вариант. Другой вариант, который у нас здесь есть. Вы помните, что у нас тут вот в глубине есть грушевидная мышца. И вот она прикрепляется, как вы помните, вот здесь вот к вертелу сзади, к большому вертелу. Это примерно вот здесь. И эта мышца вот такой косой штучкой идет косым пучком расширяющимся. Идет вот сюда вот. И вот тут прикрепляется изнутри, с внутренней стороны крестца. Промять ее руками очень тяжело. И вместе с тем у нас, как бы, эта мышца может очень часто оказывать негативное влияние на большую ягодичную мышцу. Ну, здесь, ну, видите, можно заподозрить некоторые сокращения. Давайте проверим, в каком состоянии у нас здесь большая ягодичная мышца. Оторвите коленочку. Так, ничего, в общем-то, судя по высоте предмения. Держите, держите. Хорошо, держите. Мне вот просто больно вот здесь. Не очень, хорошо. Вот здесь вот больно. Ну, давайте еще раз. Видите? Очень, не держите. Я говорю, вот здесь вот больно. Ну, давайте. Если вы такая костлявая, что-то... Ну, я не костлявая. Подложим. Ну, правда, понял. Трепочку, хорошо. Вот так хорошо сейчас? Ну, да, так и лучше. Хорошо, давайте. Видите? Ну, не очень держит. Ну, ты знаешь, вытянутую руку я делаю. Я же не весом давлю даже. Чисто вот силой руки вытянутой. Пока не видишь, нет. Ну, да, в общем-то, если не сказать. Значит, давайте попробуем поартикулировать. Может быть, здесь дело в грушевидной мышце. Потому что, смотрите, вот. Видите? Отгибание не очень. В норме у нас где-то вот так. Ну, до сюда дотягивается. Давайте все-таки попробуем поставить на грушу. Вот тут вот больновато немножко? Ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот. И вот мы раз и я. Вот. Я вытягиваю грушевидную мышцу. И туда ее сокращаю. И при этом я на нее... Я могу вот таким образом. Вот. Мы ее подмассировали немножечко, эту грушевидную мышцу. Сейчас давайте вот так вот поработаем. Сюда вот тяните ногу повнутрь. Вот такое движение делаете. Поехали. Раз. Еще раз. Раз. Еще раз. Раз. Еще раз. Раз. Еще раз. О. А то слабенькая. Еще раз. Ну. В обратно? Поехали. Вот. Уже. 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 Ничего. 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 Вот. Молодцы. Хорошо. Как мы еще там взобьем, чтобы попышнее было. Вот. Отрывайте коленочку. Хорошо держите? Смотрите, как высоко повелось. Держите. Попробуйте. Я вес на дорогу, но видите, что совсем грубое дело. Да у тебя вес-то 40 килограмм. Да ну, 42. Ну, если мои 90 достаточно было для пробы. Вы почувствовали разницу в тонусе? Да, я почувствовала. Что она повыше стала. Одна-то больше стала. Она, булочка, стала покруглее. И если рассмотреть, вот здесь вот видите, складочки стали поменьше, то есть у нас попка приблизилась к бразильской. То есть чем бразильская попа отличается от обычной? Вот здесь вот складочки нет. То есть у нас вот эта вот ровная такая вот горка. А еще на кладке специально-то я подкладываю. Ну, это другое дело. Это еще есть специальные... Продолжение следует...